Здравствуйте, меня зовут Денис Днепровский. Спасибо, ребят, что дождались, самые стойкие, мотивированные. Перед тем, как рассказать о теме и о себе, и проверить указку, отлично. Я хочу спросить, что это такое? Отлично, и кто знает, для чего это можно использовать? Для готовки, да, еще для чего? Круто, круто. Очень подготовленная аудитория и большинство бизнес-аналитики. Это очень здорово. Ребята, у меня три вопроса. Поднимите руку только честно. Кому не хватает времени для рабочих задач? Отлично. Кому не хватает времени для общения с близкими? Кому не хватает времени для ухода за собой, за своим телом, для зарядки? Каждый день, каждый день зарядки. Окей, давайте, вы запомните эти вопросы. Я в конце своего небольшого докладика расскажу вам. Еще раз задам и посмотрим на результаты. У Дмитрия было замечательное вступление перед этим. Вот время, да, это то, что самое ценное у нас есть. И, в принципе, те, кто видел время с Джастином Тиберлейком, когда, помните, рассчитывались временем. Если его не хватало, то все. Вот, на самом деле так и есть. То есть, с помощью денег мы продляем свое здоровье, а здоровье дает нам время. И время, ресурс уникальный. Потому что, допустим, у меня 24 часа в сутки, у Насти 24 часа в сутки, у Жени 24 часа в сутки, с кем я еще познакомился сегодня, очень много людей. У всех 24 часа в сутки. И даже у Билла Гейтса тоже 24 часа в сутки. То есть, это такая уникальная штука. Поэтому, когда мы говорим, что мне не хватает времени для чего-то, по сути, мы говорим, что я жалею, что я живу на планете Земля. И она вращается вокруг Солнца только за 24 часа. Мне нужно 48. Тогда я буду все успевать. То есть, вопрос как бы чуть-чуть такой, с подвохом. Вот сегодня я вам расскажу, как можно, я не обещаю вам, что я научу продлять это 24 часа, но зато те, что у вас есть, часы я могу рассказать вам, дать несколько идей, как их можно хорошо использовать. Я очень уважаю ваше время, поэтому это не тренинг, это доклад, но здесь содержатся материалы 4-часового тренинга, которые я провожу внутри компании, на которые приходят хорошие отзывы. Я уверен, что каждая идея, которую я сегодня расскажу, она может быть очень хорошо использована и принести много пользы. До того, как обещал представиться, еще раз Денис Днебровский, я участвую в IT вообще с 2006 года. То есть, тогда я был разработчиком. В 2011 году я вдруг понял, что мне выяснять, как работает программное обеспечение, нравится больше, чем, собственно, его кодить. И я стал бизнес-аналитиком, пошел по этой наклонной. Потом я географию немного расшириваю. Сейчас я работаю в замечательной компании, продуктовой, кстати. Очень рад видеть здесь ребят из этой компании. Мы внедряем очень комплексные интерпрайз-решения буквально по всему миру. Мы шутим, вот ребята не дадут соврать, что мы работаем в самом крупном турагентстве Украины. То есть, благодаря моей компании, я вот побывал на Аляске, сейчас катаюсь в Европу. И, в принципе, можно даже в Атамалу поехать, но я не хочу, говорю, двое детей, боюсь. Но поеду. В общем, компания интересная. И, в принципе, опыт у меня довольно-таки уникальный, потому что я, в принципе, внедрял системы по всему миру практически. И знаю, как работать как с американцами, так с европейцами, так и с индусами, испанцами. Ну, много. Много разных интересных людей я увидел. Мои цели этого мини-тренинга – это следующее. Это зачем бизнес-аналитику нужно управлять своим временем и энергией. Второе – поделиться простой и действенной системой управления личной продуктивностью. Мое, вот сюда вот принес свой реквизит. Это что-то лишнее. Ну, возможно, я тоже придумаю, как это использовать. Пусть стоит. Вот, то есть это простые инструменты, которые действительно дают очень много пользы. И самое интересное, мы закончим основную часть, потом меня оценят вот этой десяточкой. И если останется время после вопросов, я еще покажу такие планы для долгосрочных изменений, которые содержат в себе очень много хорошей литературы. Кстати, здесь она представлена, одна книжка. И много приложений, программных средств, инструментов, которые вам реально помогут стать более эффективным и получить больше времени для того, что вам нужно. Тут, смотрите, несмотря на то, что это очень много инструментов, я разбил для структуры на три части. По сути, это начало рабочего дня, рабочий день и завершение рабочего дня. Перед тем, как мы придем к нему, скажите, пожалуйста, кто знает, что это за колесико? Окей. Это модель компетенции бизнес-аналитика из Бейбока. Кстати, где Артур, который кидает вот эти мячики? Я его хотел попросить, что если я скажу хоть раз бабук вместо Бейбок, пусть меня кинет и без приза. Можете это сделать. Только не телефонами, но тяжелыми. Бейбок, да? То есть, что говорит Бейбок? Он говорит про то, что есть, как Дмитрий только что говорил, есть несколько областей knowledge areas в Бейбуке, и для каждой этой области есть определенная компетенция бизнес-аналитика. То есть, если человек не обладает компетенциями, которые вот здесь вот сказаны, в принципе, бизнес-аналитикам ему будет трудно, особенно эффективным бизнес-аналитикам. То, что я сегодня рассказываю, это характеристики поведения, которые характеризуют личность. Это применимо как к бизнес-анализу, так и к project-менеджер, которые здесь собрались сегодня, и к многим другим специальностям. В принципе, для всего это используется. Прежде всего, я хочу сказать, что, как я уже вначале говорил, что нет понятия управления временем. Вы не можете управлять своим временем. Все, что вы можете управлять, это своим приоритетом и фокусом. Все, в принципе. Времени больше не станет. Есть понятие, которое ввел Максим Дорофеев в книгу «Джедаевские техники пустой войнбокса». Вот там она лежит, замечательная книга, очень сильно рекомендую. Мысли топлива. Это определенный запас умственных сил, который помогает вам оставаться рациональными и собранными. Давайте так. У кого рабочий день происходит так? Вы приходите, полный фокус, энергия, начинаете делать задачи за задачей. Потом так пообедали быстренько, обед на еду, перерыв на еду. И пришли после обеда, опять очень быстренько начали делать задачи, эффективно, продуктивно, быстренько. Потом такие, о, все, сделаю, пойду домой. У кого так происходит? Вау. Я думаю, нам поменяться нужно. Я расскажу свой рабочий день. Я прихожу, полный сил, энергии. Да, давай, там, цели на день, все, отлично. Но потом случается неизбежный обед. Знаете, что до обеда мы боремся с голодом, а после обеда со сном. Вот это, в принципе, то, что происходит часто у многих людей. Время-то есть, но когда-нибудь четверг, три часа дня, а работать уже трудно. А сделать надо много всего. Еще и выдача вечером кастомеру. Вот это значит, что мысли топлива закончилось. Нет в науке такого термина, но зато есть психология эмоционального грани. Это когда у вас мысли топлива закончилось давно, и вы его не пополняете. То есть работаете, по сути, на износ. Экономить мысли топлива нужно. Почему? Потому что мы становимся импульсивными, начинаем рассматривать, Маш, прости, котов в фейсбуке. И это знакомо с всем работникам умственного труда. То есть подъем сил, а вот тут я уже не могу, я уже туплю, я уже ничего не могу читать, и мне лень закрывать эти тикеты. В книжке Дорофеева очень хорошо про это все рассказано. Целая схема есть, такая майндкарта, как экономить мысли топлива. Я не претендую, вот это тренинг очень долго рассказывать здесь. Я вам расскажу сегодня о основных вещах. Первое, чтобы быть собранным, продуктивным, энергичным, и как следствие любить свою работу в долгосрочном периоде, нужно его экономить. Как? Легурянно восстанавливаться, минимизировать повторные мысли, сейчас приведу пример, разгрузить мозг, разгрузить рабочую память, и уменьшить вредные приключения. Вот как раз то, что я вам показывал, это уменьшает вредные приключения, потому что пока этот таймер птикает, птикает. Вот, и я никакими другими вещами заниматься не буду, очень люблю этот звук. Когда он прозвенел, это значит, что дело я закончил, и я могу приступить к следующему. Ну, это я чуть-чуть забегаю наперед. Очень важно, хочу, вот только что мы за кулисами говорили об этом, кто знает, что делать утреннюю зарядку полезно? Кто знает, как делать утреннюю зарядку? Кто делает зарядку каждый день? Опять же, вот круто, вот сегодня крутая аудитория. Ну, то есть, ну, видите, да, что большинство знает, что делать полезно, знают, как ее делать, но почему-то не делают. Почему? Потому что знание — это одно. Вот ту информацию, что я вам сегодня рассказываю, она не закрытая, и большинство из вас ее уже знает. Однако поведение свое изменить, ну, теория, да, там, 20 дней формируется, привычка, на самом деле, в моем случае это формировалось годами. Если вы хотите действительно закрепить любое полезное поведение или избавиться от неполезного, то вот замечательная книжка «Черездахик. Сила привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе». Там, к сожалению, не заметил ее, но я уверен, что можно ее найти. Итак, прежде чем начать рабочий день продуктивно, так как я его стараюсь начинать, нужно сделать несколько штук. Они довольно радикальные, но они работают. Первое — война нотификациями. Outlook — у меня нотификация работает только на встрече. Так, чтобы я просто не пропустил встречу. А имейлов я узнаю только тогда, когда я специально открываю Outlook для этого. Раньше нет. То есть никак меня не нотифицирует система, что мне пришло письмо. Второе — Skype. Это еще более радикально. То же самое. Сегодня тоже в кулерах об этом говорили. И третье — это вообще мой бич. Это Facebook. То есть если вот это — это внешнее отвлечение, то Facebook — это внутреннее. Когда я чувствую себе потребность, прямо посреди того, как я еще даже не дописал фразу в дизайне, мне нужно срочно проверить там любимую группу IT Network или посмотреть котиков или все что угодно. В общем, мне нужно срочно Facebook. Вот для этого, для такой импульсивности у меня стоит блокиратор. И мне ребята посоветовали очень хорошую штуку. Он умный. То есть вот этот он… Я отвожу время, что у меня есть 15 минут за день рабочий, чтобы поздравить друзей с днем рождения и действительно посмотреть те же группы. Больше мне не хватит. Он отключается в 7 часов вечера и после этого я могу хоть час там сидеть, но это никогда не делаю. Мне в Facebook хочется залезть именно посреди важной какой-то задачи. Я думаю, здесь я не один. То есть первое – это война на идентификация. Второе – кто пользуется Google Inbox? Ага, отлично. То есть больше 10 человек. То есть, ребят, если есть Gmail почта, это незаменимый инструмент на самом деле. Каждая задача превращается в мини… Каждое письмо происходит, оно превращается в мини-задачу. И для каждой из них вы можете сказать, я ее посмотрю чуть позже, на выходных, например. Если что-то интересное, но сейчас смотреть не буду, позже. Второе – дан. Мне не нужно ничего делать по этому письму. Я просто узнал, что мне нужно, я не знаю, по кредиту банк меня приват приглашает, чтобы внеси кредит. Все, я узнал и все. И вот, собственно, дан. Снулся и просто дарит в корзину. Вот с нашим любимым Microsoft Outlook без всякой магии, без программирования, исключительно на custom action и представлениях можно делать то же самое. Я вам покажу, как это выглядит в конце. То есть начинается день у меня вот такой, вот так вот. Куча писем, особенно вот, когда Евгений здесь сидит, он подтвердит, когда получается история какая. Делали проект на Аляске, и когда, знаете, город засыпает, и просыпается мафия. Вот мы идем домой спать, а с Аляской 11 часов разница. И когда ты приходишь на работу, там трэш. То есть там до 200 писем прямо с утра ждет. Поэтому очень важно как бы с ними быстро, очень прям как Google Inboxer расправляться. Причем, видите, красное, это значит, что отправил архитектор напрямую мне письмо. Там, где стоит ту я и от определенных людей, значит, оно мне красное дает. Я, в общем, эти списки трэша сразу вижу, что нужно посмотреть. Если у меня там есть 25 минут всего на просмотр, почта. Теперь вот очень важный спорт, это очень важная штука, я очень рекомендую. Я вот искренне верил много времени, что если я работаю за компьютером, потом залез в Facebook, я отдыхаю. Это неправда. То есть на самом деле восстанавливаться нужно от интеллектуальной работы как-то по-другому. То есть, скорее всего, с помощью там физических упражнений. То, что я, ну, то, что мы делаем, то, что я всем рекомендую, теннис. У кого нету тенниса на работе, тот может погулять по офису. Если гулять лень, то можно там потягушечки устроить на рабочем месте. Когда мы в Штатах работали, там тоже интересные американцы, то есть там трехчасовые митинги, и они прямо во время встреч спокойно себе вставали с рабочих мест, и там делали там зарядку, там наклонялись. Ну, они, правда, и кушали во время митингов тоже. Ну, в общем, это каучер дифференс. Но, тем не менее, это можно сделать, да? То есть можно просто мониторчик заблокировать и чуть-чуть отдохнуть. Это полезно для ваших глаз, и это полезно для всего вашего тела, и позволяет вам реально отдохнуть. Итак, мы приступаем к началу рабочего дня. Представьте себе, что приходит утро, и я прихожу на работу. Очень важно настроить себя на день. Как сегодня вот говорили, помните эти шляпы шрифов? Никита рассказывал. Вот очень плохо, если ваш день начинается с тем, что вы одеваете такую шляпу шрифа и футболку-опоздун. Мой рабочий день начинается чуть раньше, когда еще трэш общий не начинается, и я делаю себе некие приоритеты дня. То есть я помню, что в конце недели мне нужно выдачить дизайн, а в воскресенье я улетаю. И как минимум мне нужно вот это сегодня сделать. Важно сказать, что сегодня будет все хорошо, независимо от того, что было перед этим, потому что каждый новый день – это новый шанс. Очень рекомендую себя настраивать с утра. Второе. Вот это очень важно. Я тоже его недооцениваю. Я его вычитал в книжке «Happiness Project» Греча Рубин. Настроить себя, запланировать время ухода из офиса. Есть замечательный закон, кажется, Мура. Это значит, что время, которое дано на задачу, точнее так, задача, отнимет все время, которое на него запланировано. Будь то два часа, будь то четыре или шесть. Точно проверял. Если вы не знаете, когда вы уходите из дома, домой, вы будете растягивать и отскладывать эти задачи. Если есть у вас, у меня, допустим, два замечательных сына, я обещаю, сын, я приду к тебе на тренировку сегодня. И у меня появляется огромная мотивация быстро все очень заканчивать и не тупить над Фейсбуком. Крайне важно. Бывают форс-мажоры. Бывают, конечно, но 90% я ухожу вовремя. И люди, которые со мной работают, в принципе, об этом и знают. Теперь, вот, пожалуй, ключевая тема сегодня. Это любимые наши списки, да, дел на день. На самом деле я предлагаю всего два. Первое, это вообще реестр дел, вообще всех, любых, допустим. Первое, это вот поздравить тёщу с днём рождения. Не сделать этого я себе не могу позволить, но каждый день себе вспоминать, да, что, а что ж я сегодня забыл, точно тёщу поздравить. Нет, мне нужно это куда-то записать. Это, в принципе, если помните диаграмму, использовать внешнее хранилище. Я записываю свой реестр дел. У меня там как личные вещи, так и не личные. Вот, в принципе, сюда записал, да. Есть такая отдельная таск, это когда-нибудь. Когда-нибудь я точно забыкаплю почту. Когда-нибудь я переберу эти альбомы, да, дома. Много очень фотографий. Я не хочу каждый раз, глядя на альбомы, понимать, что я опять их не перебрал. Оно у меня в списке дел. Я чётко понимаю, что когда-нибудь я его сделаю. В принципе, когда-нибудь часто удаляются оттуда письма, ну, за ненадобности. Вот, и очень важная вещь, это на этой неделе. Что мне нужно делать на этой неделе? Обновить дизайн, обновить секьюрити. И позже, это значит не на неделе, а вот позже. То есть я не могу сказать в месяц или там через два месяца. Но главное, что не на этой неделе. Вот такие у меня дела есть позже. И как сюда в реестр дел поступают дела? Это вот как раз принцип инбокса. Это такой чёрный ящик. Всё, что со мной происходит, любое письмо в аутбуке или в скайпе сообщение, или звонок, так, или коллега подошёл. Если я понимаю, что это то, что больше двух минут нужно делать, я это просто записываю. Ну, я ставлю такой маячок себе, да. Просто инбокс. Любое интересное сообщение. Любое вот только что сидел, доклад очень интересный был. Я себе несколько штук и записал, проверить. То есть когда у меня настанет время, я просто возьму этот инбокс, я веду его в OneNote, есть OneNote, ещё Microsoft, замечательные инструменты, без разницы. Главное, что у вас есть где-то, куда вы сваливаете вот эту мусорь. И вот из этого инбокса эта задача поступает вот сюда, в реестр дел. И утром, когда вы пришли, вы берёте из этого реестра на день свой один список дел, которых вы собираетесь делать. Вот я сейчас покажу. У меня есть вот это всё в виду в программе OneNote. Но когда дело касается именно сегодняшнего дня, вот плохо видно, но в принципе вот так оно выглядит. То есть я беру вот такой блокнотик замечательный, это список на день. Я пишу сюда задачи, ну понятно, предварительная оценка есть какая-то, а потом беру этот листик, сверху своё имя, внизу подпись. Это моё обязательство перед собой. Это топ-задача. Топ-задача, которая будет со мной весь день. Я вот так беру и складываю, и в карманах. То есть я каждый день, даже когда я на обед хожу, всё равно мне это что-то мешает в кармане, и я в принципе, ну, мониторю эти дела. То есть это моё обязательство перед собой на день. И в принципе вот то, что драйвит сегодняшний мой день. Форс-мажоры, опять же, всегда есть. О нём можно говорить бесконечно. Но в 90% случаях я иду и стабильно делаю эти задачи, которые приходят мне из реестра. Итак, начинается рабочий день. У меня уже что? У меня есть хорошее настроение, я себя на день настроил. У меня есть вот то, что мне нужно сделать, причём материальной формы, да ещё и со своей подписью. Если ещё повесить это над монитором, чтобы все видели, то вообще хорошо. Если там чего-то личного сильно нет. И тут начинается метод помидора. Вот я специально перенёс такую штуку ещё. Мы переехали недавно, и теперь это open space. На контрактовой. Теперь помидорчик будет людей раздражать. Дома я с ним работаю. Есть песочные часы, которые оп, и 20 минут пошли. У меня есть разные часы на самом деле, потому что чем больше я устал, тем труднее мне сфокусироваться. То есть вы берёте одну, один кусок какой-то задачки, вот прям один, и просто её делаете в течение 20 минут. Награда за это, вот когда он прозвенит, почему я люблю этот звук, вот вы молодцы. То есть даже если задача очень большая, и вы не представляете, как её делать вообще, как заделиверить, как сделать этот дизайн, вы потратили 25 минут на эту задачу, и это уже круто. И вы за эти 25 минут стали ближе к завершению задачи, а самое главное, вам стало видно, вы стали лучше понимать эту задачу, и теперь вы уже понимаете, как вам вообще её решать. Ещё непонятно, делаем ещё один шаг. То есть китайская пословица путь в тысячу миль начинается с первого шага. Иногда, когда вот наша этап-менеджерская ошибка, это моя ошибка, очень часто я её делаю, то есть в начале чего-то большого это всё оценить. Иногда нужно начать просто двигаться. Это как знаете GPS. То есть вы открываете телефон, вот у меня географический кретинизм. Я уже это давно понял, смирился. То есть я не очень понимаю, где я нахожусь, оно мне показывает точку, но я не понимаю, куда идти на телефоне. Я начинаю просто идти в любую сторону, и тогда понимаю, ну в нужное ли направление иду. И в принципе здесь принцип тот же самый. То есть вы начинаете делать, и 25 минут чистого времени посвящаете своей задаче. Всё. И это очень круто, если вам действительно это интересно. Есть Фрэнка Челлини, это создатель метода помидора, а есть Шафель Нотерберг, он из Финляндии, по-моему, он живёт там. У него есть книжка «Тайм-менеджмент по помидору», поконцентрироваться на одном деле хотя бы 25 минут. Он программист, он консультант независимой по разработке программного обеспечения, и он этот метод просто отлично подогнал под наши нужды, вот такие, под трэш-IT-сферы, которые творятся. все вещи, которые я здесь упоминаю, будут в конце, в бонусной части, и там будут не только книги, там будут ещё и программы, и живые линки. Небольшой вопрос по ходу. Ты делаешь всегда перерывы на 5 минут, или всё-таки иногда бывает, когда там пошло хорошо, все равно… Не-не-не, да, вот это самое большое искушение, Жень, то есть ты, когда начинаешь в rush такой входить, такой, так, нормально идёт, но нельзя прерваться, как ещё, ты заплатишь за то, что ты не сделал перерыв, ты, ну, устанешь. Кто занимается спортом, тот поймёт меня, вот я кроссфитом занимаюсь, очень важно темп, очень важно, то есть 20 минут работаю, отдыхаю, работаю, отдыхаю, работаю, отдыхаю, потом рефлексы начинают работать на заведение помидора или на часы, то есть очень важно организму ритму, ну, и психике всей, то есть это одно из самых таких частых ошибок тех людей, которых вот они начинают ловить состояние потока, о котором говорили сегодня ребята, вот Никита, Никита говорил в самом начале, да, помните, когда он говорил, что они даже совещание так проводят, то есть вот, вот надо себя останавливать тоже, все, теперь я отдыхаю, причем я за компьютером. И вот это вам позволит в течение дня оставаться продуктивным и самое главное, приходя вечером домой, не чувствовать себя как выжатый лимон. Потому что там вообще-то дети и тоже люди, которым нужно, ну, внимание, да. Вот как раз про то, что говорил Никита сегодня с утра. Самый большой киллер продуктивности, которую я знаю, это встреча. Знаете, любую проблему можно сделать неразрешимой, если провести достаточное количество совещаний. Точно, я проверял. На встречи надо приходить вовремя и уходить тоже. То, что, опять же, ребята, которые со мной работают, знают, что если они мне присылают часовую встречу, идет письмо с предложением другого времени, я прошу 30-минутную встречу и фоллоуап при необходимости. В 90% случаев вопрос будет решен за эти 30 минут, я проверял. То есть люди час букают просто из-за того, что они боятся, что за 30 минут мы не решим. За 30 минут мы все решаем. То есть экономится, смотрите, пришел на митинг 10 человек, сэкономили кучу времени. Полчаса по 10 человек, ну, это деньги можно перевести. Поэтому вот у меня зовут его правило, у меня получасовая встреча. Более того, мы даже с кастомерами так работаем, то есть мы сидим 25 минут, говорим, потом говорю сори, и иду там за кофе, и все отдыхают, общаются, а потом опять следующее. Я провожу 5-часовые сессии с кастомерами, особенно, когда там дело горячее. Поэтому я очень рекомендую уважать свое время, уважать время коллег и следить за таймингом. Если это планерка, стендап, то это по 5 минут на каждого, например, или как договорились. И, наконец, вот так вот, в принципе, проходит день. То есть это некий ритм. Еще раз, с утра пришли, настроились на работу, представили, как все будет замечательно сегодня, составили, выделили топ приоритетов. Причем, когда я говорю про топ приоритет, я говорю не только про рабочие какие-то вещи. Потому что, допустим, там, купить билет в театр, который попросила жена, и ты опять забыл, это тоже приоритет. Если вечером приходишь, что ты 20-й раз уже его забываешь купить, то как бы жене не очень интересует, работа, не работа, билета нету. Или, там, купить зеленый горошек в печевой языце, да? То есть очень важно, чтобы вы понимали свой личный приоритет на этот день. И вот с этим знанием вы входите в рабочий день и работаете отрывками. У меня это 20 минут. 20 минут, отдых, 20 минут, отдых, 20 минут, отдых, потом 15 минут, длинный перерыв. И опять, день проходит быстро. У вас есть внутренний, внутренний API. Вы понимаете сами, сколько вы сегодня сделали. Даже если, там, начальник или кто-то другой говорит, а что, ну, а что вообще, ну, что ты сделал? Вы для себя знаете, что вот работа проведена и вы, вы посвятили несколько честных часов задачи, и вы стали ближе. И, как бы, уже одно это дает очень большое чувство удовлетворенности, довольства с собой в конце рабочего дня. Это уже ради этого стоит это попробовать. Теперь, обещанный Zero Unbox. Вот так он выглядит. Это значит, что я разобрал всю почту от того, что мне пришло. То есть, если я ухожу домой, у меня здесь Zero Unbox, я, ну, уровень тревоги очень сильно падает, это уже психология. то есть, я не думаю, что там меня что-то ждет. Любое письмо либо просмотрено, либо в задачу преобразовано. Бывает крайний кейс, опять же, вот когда Аляска, когда я, вот они, я уже ходил домой, они просыпались, и мне шел вот постоянный трэш. Тогда я говорил, я смотрю еще столько-то писем, остальное, все это, это уже не сегодня, это уже завтра. Ну, и шел домой со спокойной совестью. Вот так выглядит Zero Unbox, и Максим Дорофеев рекомендует так делать каждый день. Провести вечерний обзор. Вот, собственно, в моем списочке, да, с моей подписью прийти на конференцию, зачекиниться на рейс, потому что завтра улетаю, просмотреть свой IDEC перед встречей, все эти галочки, выступить вечером, сейчас я поставлю галочку, и у меня еще встреча в 10 лет выпускников сегодня в группах. То есть, это моя последняя крутая, приятная задача, да. То есть, я это просто вычеркиваю, и, ну, вот это, честно скажу, бывает редко, потому что всегда есть место в форс-мажорах, всегда есть люди, которые прибегают, Денис, а приди, пожалуйста, подстрахуй на встречу с кастомером, мы не понимаем, что там происходит, ну, ты хоть сиди там лицом поторгуй. У тебя лицо умное, может тебе поверят. Ну, как-то так и говорят, да. Вот поэтому очень часто бывают задачки, которые остаются. Вот ничего плохого нет в том, что вы их передвинете обратно в реестр дел. Главное, чтобы приоритетные вещи были сделаны. Допустим, если бы я сегодня там забуду зачекиниться, да, на рейс, то у меня будут проблемы, потому что, спасибо, потому что Мау теперь берет 10 евро или 20 евро с каждого, кто забудет зачекиниться. Вот это топ-приоритет для меня, и это стоит важнее, чем там другие проектные задачи. и самое главное, вот тоже многие недооценивают, похвалить себя. То есть, я когда вот это беру, я вообще, у меня уже люди смеются, я такой пишу, молодец, молодец, а потом вот так вот, все, день прошел. Какое? А, ну все, это так, это презентация, у меня еще один есть. У меня их много, да. На самом деле, очень важно себя похвалить, да, то есть, ну вот мои заготовки, если кто-то не нашел вечером, за что себя похвалить, берите заготовки, делюсь. Очень важно с точки зрения психологически вообще не ругать себя, мы все воспитаны так, что надо критика снизу, да, все любят, нас учили так критиковать, на самом деле, надо себя хвалить и других хвалить, еще всех хвалить, прежде всего себя. Это знаете, как говорят, что хвалить себя, это дело очень важно и нельзя это поручать кому-то, нельзя это делегировать, надо себя начинать. Поэтому я говорю вам спасибо за ваше время, спасибо и... Это, наверное, вы знаете, как себя правильно похвалить? Например, мы давали вопрос про зарядку. Я знаю, что зарядку хорошо работать, но в принципе каждый день это можно вытратить на 10 хвилин. Ты слышишь, и тут тебе есть выбор, встать на 10 хвилин швидше, то есть ты берешь от себя 10 хвилин до сна. Зарядка тоже добрая, и они часто думают, ты не без слыш, это окей, ты же классно, 10 хвилин до сна, но ты не делаешь зарядку. И тут, типа, это 10 хвилин. Как бы научиться себя, ну, не знаю, мантру сказать, как вы делаете себя правильно, чтобы встать? Ну, я могу только личный опыт, скажем так, очень важные привычки. То есть, если вы долгое время встаете в одно и то же время, то вы легче это делаете. Да? То есть, я сам, ну, я довольно большое время встаю без будильника сам. И очень важно первое, что себе сказать, когда вы открыли глаза, какое бы время ни было, сказать, я молодец, сегодня будет хороший день, улыбнуться, там, если кто-то рядом лежит, то сказать, сегодня будет хороший день, у меня еще двое детей, я им говорю, сегодня будет хороший день, хожу так, как по квартире, говорю, сегодня будет хороший день. Вот, очень важно, чтобы пробуждение было радостным или, опа, все, нет, нормально работает? Вот, иначе просто, окей, очень трудно себя поднять с постели, если вы понимаете, что там будет очередной, очередной серый день, который будет скучный, да, и зарплата в конце месяца, работать надо еще много, а вот если вы начинаете свой день с тем, что он будет хороший и хвалите себя в конце каждого помидора, то со временем вставать бы гораздо легче и найдется время на зарядку, точно знаю. Вот если вы не смотрели, вот эти 15 минут уже очень сильно вам, я думаю, понравится это видео и очень много чего изменит, особенно в конце. Второе, есть бесплатный тренинг Дорофеева по этой книжке, это если читать вы не хотите. Это такой минимальный план для долгосрочных изменений. Сфотографировали? Нет. Верни, пожалуйста. Спасибо. Да, я думаю, Артур все вылажет. Давай вместе. Вот, это минимально, то, что будет очень круто, если вы сделаете, потому что, ну, я говорю, это 4-часовый тренинг, который мы реально смотрим, видео, и которое мы действительно делаем. Ну, книжку не читаем, правда? Ну, вот, следующий пункт, это уже такой минимальный, оптимальный, это посмотреть рекомендованную литературу, которую я даю внизу, рекомендуемые инструменты, и есть такая система 3P, я часто в Фейсбуке так делаю, я прочел такую-то книгу, я делюсь этим с вами, и я буду применять в своей жизни то-то-то-то-то, это мой коммитмент, который я даю на Фейсбуке, и потом от меня сильно, у меня такие ехидно спрашивают, ну что, прочел книжку? Ну как, вышла зона комфорта? Такой, да, вышел. Вот, это второе, и максимальный, это уже здесь конкретные инструменты, которые я даю, OneNote, OneNote для формирования одиного инбокса, очищать инбокс, есть такая HabitHub, это система для управления привычками, там можно чекиниться, я уже два года чекинился, вот, и рассказать о своем прогрессе. Теперь, собственно, рекомендованная литература, вот эти все книжки, о которых я говорил, Allen, это Biblia GTD, Дорофеев, это такая его более лейтовая версия, но я очень-очень рекомендую, тем более, она вот здесь вот есть, там договоримся, если что, если будут покупать. Так, рекомендуемые инструменты, здесь несколько колонок, это просто варианты, календарь на каждый день, Microsoft Outlook, бумажный ежедневник или Google календарь, система для сбора инбокса, это может быть OneNote, OneNote, Microsoft Outlook или бумажный блокнот, система для управления справочной информацией, контекстной, про это не рассказываю, это очень длинная тема, система для управления задачами и проектами, мы используем Jiro в офисе, но есть еще очень много крутых вещей, Trello, OneNote, MyLifeOrganized, Wanderlust, самое популярное, и таймеры, и блокираторы, это Pomodoro Tracker, Productivity Challenge Таймер, механический помидор, вот то, что у меня в руках, StayFoggest и Strict Workflow, это все таймеры, которые вам помогут, ритм, скажу честно, со временем необходимость таймера отпадает, то есть какой-то внутренний таймер появляется, и последнее, это то, что я сильно использую для приложения и для расслабления, то есть по сути, это просто прана дыхания, если кто-то йогой занимается, то он знает, что это такое, это то, что инструмент, который всегда с собой, всегда можно подышать, чуть-чуть отдохнуть, долго рассказывать, и это упражнение очень популярное для медитации, причем медитировать можно где угодно, а это система для формирования привычек, вот то, что я еще сделаю, это я каждый день пишу, что я сегодня там сделал то-то-то, я молодец, вот это очень, очень хорошо действует, для больше айтишников, вот эти, HabitBall и The HabitHub, и для тех, кто любит игрушки, RPG, это приложение, Habitica, значит, она умеет вам, это как RPG, который вам позволяет ставить цели, прокачивать привычки, давать там какие-то, в игровой форме, какие-то ачивки, вот в принципе все, теперь.